Добрый день! Дело в том, что в серебряных парусах очень много животных, а именно насекомых, а я их не очень люблю, и здесь причин несколько. Какие-то они больно здоровые здесь. Соответственно, сначала разберёмся с кальликом, а потом уже, если что, до зачистим уже этих самых зверушек. Потому что кальлик, он тоже калач тёртый, с ним биться сложно. Собственно говоря, инвентарь у нас не менялся. Наш доспех плюс один. Секира обычная. Мерцающий пояс. Сейчас повышает сопротивление к магии. Кольцо защиты. Это к защите плюс один. Кольцо сопротивления. Это к всем спас-броскам плюс один. Естественной брони. Это к защите плюс один. На рукавнике брони, опять же, к защите плюс один. Сапоги реакции. Это к рефлексам плюс один. Ну, плащ нимфы. Это так. Для переговоров. И вот так вот он выглядит на нас. Так что мы его снимаем. В подземелье нам не с кем будет разговаривать. Соответственно, вот. Даже вот так вот. Сделаем вот так вот. Поменяем вид. Посмотрим на набережную. Какие-то китайские лодочки. Что они здесь делают? Не тот временной промежуток. А, к слову сказать, данное место, данная дверь на карте не обозначена. И это неспроста. Ну что ж, идем. Хорошо, когда у вас есть карманница. Дело сделано. Молодец. Лейтенант Кровавых моряков. Наглый головорез одет красно-синюю форму, которая, видимо, указывает на то, что он является членом отряда наемников или высокоорганизованной банды преступников. Приветствую. Что, типа, мне нельзя сюда зайти, да? Ты уверен? Ты уверен? Ты подумал? Я оторву тебе голову и сделаю из нее бурдюк для питья. О. У. А. . Сэр. Хо-хо-хо, нифига себе Таких броников я еще не видел Это что-то новое для меня Ну что ж, одним кровавым моряком стало меньше На одного негодяя в этом мире стало меньше Согласна Открывай Дело сделано Молодец Давай-ка посидим Собственно говоря, не удивляемся, почему у меня так много всяких мешочков целителя Это который у нас обычный, плюс один, которым я обычно лечусь А это я решил у местного друида прикупить этих вот мешочков У них цена разницы, то есть вот этот стоит 80, а этот 96 Как бы ощутимая разница К слову сказать, похоже от взяли исцеление легких ран, я откажусь Они ну уж совсем ничего не лечат, но вы видели Принял И там буквально на миллиметр два здоровье поднялось у нас и все Это очень мало Да, Шервин Да, скажи Эм, что? Я дару тебе голову и сделаю ее Блин Магом смерть Тайм ту дай Харон Да, у Шервин Вообще не было шансов, но вы видели Их было очень много, они ее окружили То есть Шервин То есть Шервин девочка хороша, когда ее никто не трогает И она может спокойно стрелять издалека Но, как вы видите, не было шансов Ну, у нас теперь два бурдюка вина Предлагаю вернуться в город За Шервин Хотя нет, сначала давайте поговорим с Хароном А во-вторых Вот здесь вот сундучки проверим Зелье бычьей силы Это разточительство Харон Один из тех немногих, кого чума не коснулась Неуравновешенный Что? 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 О, приветствую В наши дни в канализации больше людей, чем отбросов Ээээ Да это же не канализация Нет, сэр Акведуки Чистые Аккуратные Пожалуйста Прости мое смятение Я все никак не привыкну к этой новой программе украшения города Которую начал городской совет Ее лучшие стороны, похоже, заключаются в том Чтобы давать всему новые красивые имена Знаешь, канализация стала акведуками Отходы стали избыточными ресурсами А моя чудная работа в замке Теперь называется Гид-экскурсовод по этой Чертовой канализации Я, мать их, больше не золотарь Туда веди эти твои кваквед руки Ну, они там внизу соединяются со старой канализацией Там раньше были склады Но город их не использует уже много-много лет Район разросся И проход к этим старым подземельям застроили Мало кто знает расположенные из старых тоннелей Впрочем, временами Я слышу там внизу голоса Твоя видел еще кто-то, кто проходил мимо Твой Ну что ж Я видел несколько групп людей Которые отправились в низ по течению Мне это показалось немного странным, но они меня не побеспокоили. Сначала прошел один мужик, вроде как сам по себе, старикан такой, и платье у него богатое. Мне показалось, он знал, куда идет. Потом тут прошла целая толпа громил. Было похоже на то, что они задумали кровавое дело. Впрочем, они не были такими уж уверенными, куда идти. Пока. Ты точно не хочешь задержаться? Я тут кое-что нашел на закусь. Они, похоже, маленькие сосисочки. А, ладно, до встречи. Что ты такое нашел, интересно? Червеньков, что ли? Так, я сначала в город сгоняю. Мне нужно воскресить Шервин. Прошу прощения. Вот она. Умирать было. Неприятно. Я помню. Извини, что так вышло. Давайте посмотрим, что мы такую тряпку какую нашли интересную. Я думаю, Аребет нам ее оценит. Один из бардов замки. Даже сам лорд Наша. Как-то напевал эту... Штуки! Так, 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 так. Мантия сопротивления электричеству. Нет. Мы продаем. Никакие мантии нам не нужны. У нас есть броня. И на этот раз я вернусь через портал обратно. Я заплачу сумму. Там вроде 50 кредитов, что ли. Ну да, точно. Это небольшая сумма. Так, я хочу отдохнуть. Я не могу отдохнуть. Видимо, здесь есть враги. О, теперь я зол. Обалдеть. Ну как-то больно легко они убиваются, кстати. Это странно. Я от них ожидал... Больших проблем. Ну, Каллик, это еще тот будет негодяй. Он тоже быстрый. У него вроде бы две сабли. И он будет нас убивать. Ну, пыдац. Отвези, моя! Что? 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 О, привет! С удовольствием. Поехали. И вот мы в канализации. Обратного пути нет. Только телепортация. Сейчас будем слышать разные разговоры, так понимаю. Спереди с прохода носятся звуки. Какого-то волнения. Звуки битвы, отраженные от каменных стен. Шавка! Хам! Ты в подметки не годишься, су... Даже не начинай это, старик. Это просто бизнес. Хм. Я не позволю вам упустить эту возможность. Эта вещь стоит целое сос... В жизни есть вещи ценнее денег, мальчик мой. Хорошо продуманный заговор обеспечит вам место в истории. И что за дела? Вы же сами пришли, чтобы купить эту штуку. Это просто спектакль. Заставь их решить, что приз потерян. И они будут ценить его еще больше, когда получат. Пока никого. Я принимаю зелье. Ну что? Что это, Венгаул? Снова старые друзья? Поклонники? Эээ... Да. Да, это вторая волна. Они здесь, чтобы сразиться с тобой. Не плевать. Я дару тебе голос сегодня посылу и львов. Бурдюк для бедя. Кребете? Да! Бейтесь со всей вещью! Нет! Нет, нет, нет! Остановить вас! Элик всего лишь щенок! Скотина! За это ты умрешь! Смерть тебе! Да! Бейтесь со всей мощью! Надо было, когда труп лежал, так вот сделать. Вингау, значит. Старый, жилистый задира. Ой, голос у него, конечно, моложавый. Рапира. Рапира? Ммм. И волшебная пыль. Спасибо. Ну что, старый пень? А, вот так вот даже. Тут еще страшные сундуки, которые опасно вскрывать. Отдохну. Прошу прощения. Сейчас попробуем вот этот сундук вскрыть. Надеюсь, что меня не убьет. Не убил. Сейчас я к этому вингаулу или как-то ему подойду, мы с ним поговорим. Он вроде бы не захочет со мной сражаться, он просто будет со мной разговаривать. Я уж точно не помню. Вроде бы агрессивный был только Каллик. И, если честно, если бы вингаул его не подначил, мне кажется, с Калликом можно было бы договориться. Ну, есть такое серьезное подозрение. Но ниточки дергали не мы. Эти, главное, лучники, те, мечники. А почему вы, ребята, их не перестреляли сквозь решетку? Отличная драка! Вы продемонстрировали силу, победив Каллика! Этот паренек пытался мне помешать! И у него абсолютно не было чувства стиля! И все же, судя по вашему суровому виду, я полагаю, что мои неприятности еще не окончились, правда? Мне нужен како-ко-ку... птица! Конечно-конечно! Этого и стоило ожидать, хотя у меня была надежда, что Нашер лично появится. Мне удалось найти останки прекрасной птички, которую потеряли Нашер и его приспешники. Представьте себе мое удивление, когда я увидел, как ее несла по улице в пасте какая-то собака. И мне пришло в голову найти им лучшее применение. Всем будет легче, если отдашь его мне! Конечно! Я так и поступлю! О, не стоит так удивляться! Зачем мне нужна эта паршивая птица? Кроме того, я прекрасно понимаю, насколько важны перья этого создания. Мне хотелось, чтобы Нашер захотел отобрать его у меня. Но так как он играть отказался, большинство моих людей от меня отвернулись. Потеха окончена! Останки этой твари находятся в ящике. Примите эти перья и мое благословение. Знаете, некоторых моих друзей тоже поразила чума. Наши знают, о ком я говорю. Хорошо. Как хотите. Прощайте, друг мой. Наши пути еще пересекутся, я уверен. Черт! Погоди! Погоди, чувак! Щет! Помните, мы там брали амулет Дарыны или как там ее? А-а-а! Он просто открывает дверь. Ясно. Так-так-так-так-так-так. Ну, на всякий случай. Амулет Мастерсона, спутник, порт беспорядки. Ну, да. Да, все нормально. Амулет это просто ключ, который там должен отпереть дверь. Ну, в чем дело. Перо Кокатрикса. Кокатрикс. Кто играл в ведьмака, знает, кто такой Кокатрикс. Что это за зверь такой? Ну, ладно, уходим отсюда. Кокатрикс. 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 Так, ладно. Мне нужно найти какого-нибудь торговца. Вроде бы у вас есть торговец. В вашем питейном заведении. Так что я оценку произведу у вас, медальона. Соответственно, мы сможем сразу же два дела сделать. Бери оружие. Я ошибся. У них нет торговца. Это плохо. Ну, ладно, тогда зайду к обычному торговцу. Все равно по пути. Можно, по идее, конечно же, обратиться к... Это что тут у нас? А, понятно. К священнику, но он вроде бы не торгует. Так просто как украшение сидит здесь. Вообще тут темно. Зайдем сюда. Нет, сюда не зайдем. Это немножко не то. Вот. Торговая вывеска. И здесь у нас торговец. Джером. Чем могу служить? Так, монеты... Монеты мне не нужны. Чем могу служить? Ну, да. Достояние Мастерсонов. Семья Мастерсонов достигла аристократического положения при помощи многочисленных торговых сделок, а не за счет королевской крови или великих достижений. Тем не менее, Вильям Мастерсон несколько раз спускался в подземелья, и некоторые его самых интересных находок стали реликвиями, которые передавались в трех поколениях его потомков. Этот амулет один из них. Этот амулет один из них, на нем изображен его герб, хотя он никогда никому не говорил, откуда у него эти вещи, и практически не пользовался им по возвращению в Невер Винтер. Так, ясно. Ну, это мы, получается, отдадим... Кстати, продадим... Мастерсон. Они здесь, недалеко. Сапоги реакции, сапоги реакции. Продать. Хорошо. Так, что я хотел сделать? Что-то я хотел сделать. Что-то я хотел и забыл. Ну, иногда такое бывает со мной. Ах, да, я хотел вот этих зелень накупить. У меня их вообще нет. Ах, да, и вспомню второе дело, которое я хотел сделать, это... Сейчас скажу. Нужно заглянуть вот сюда. Так, 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 так. Акведуки в северо-западном квартале. Нам нужно вернуться обратно в Акведуки. Но, погодите, а что в Акведуках? Неясно. Ну, ладно. Сейчас подойдем. Может быть, придется, кстати, все равно через торговую точку серебряных парусов идти, дабы... Я не туда иду. Прошу прощения. Там просто тоже вход в Акведуки, но с другой стороны. Ну, в чем дело? Ну, ладно, сейчас зайдем, посмотрим, что-то может быть. Смотрим еще раз. Просто загадочная лодка. Коробки. Харон. А, Харон? Ты не подскажешь мне что-нибудь? Что? 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 О! Что? 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 О! Приветствую! Да-да. Понятно. Придется идти тогда через серебряные паруса. Эй! Это рядом? Я даже попытаюсь в одиночку без Шервин справиться с этими негодяями. Если получится. Такой челлендж небольшой. Не смотри на меня, Абразина. Я варвар при исполнении. Я ищу кому надрать задницу. А, кстати, да, Мастерсон. Давайте я вам отдам вашу реликвию. Приветствую вас. Привет тебе. Моя найти твоя амулета. Чудесно. Вырван у тяжкой судьбы и возвращен в семье Мастерсонов. Ты видишь, Агнес? Мы, Мастерсоны, знаем, что делаем. Возьми. Моя нравится возвращать это в зад. Как я счастлив получить его. Вот, возьмите немного золота без обеспокойства. Может, вы переживете чему, чтобы потратить его. Вот так вот. Я в сторону добра немножко сдвинулся. Просто я помню, что я в прошлых частях в сторону зла уходил. Вот идиоты. Они все это время стояли на улице перед домом. Типа, где же наш амулетик? Кто бы нам его найдет? Да. Не, чтобы объявление отдать. В газету, к примеру. Ладно, вооружаемся и готовимся к сражениям. Так, тут я сохранюсь. Продолжаем. Я уже слышу нехорошие звуки. Я уже вижу нехороших тварей. И они меня тоже видят. К бою! 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 Вот это я понимаю Действительно Забавно мы их тут получается Всех зажимали в этом уголочке Соберем их в желудочке На продажу Готовить мы их не будем Если честно Если бы мы забежали в зал Скорее всего у нас было бы больше проблем Но нам это не проверить Вышло как-то вот так О, еще парочка остались живых К бою Time to die К бою! Я дарю не верну Я сделаю из нее Бурдюк для пяти Внезапно Это были неправильные пауки Это были слабые пауки Может быть тут проблема живет Опа-на Нам досталось Точно Никогда не любил этих пауков Ну удивление просто прошло Но это видимо все-таки за счет того Что у нас уровень Как бы Шестой И вот наши все умения Повезло короче нам Посмотрим что у него тут было В котомке Так, коконы Парочка человек Это скорее всего Именно гильдейцы Которые жили здесь В этом здании Не повезло Ребята вам Зато мне повезло Я немножко озолотился Так до сих пор Он чувствует врагов Это плохо Потому что я не могу Использовать Отдых Дабы Откатить Нашу ярость Что тут еще есть Интересного Ничего А нет Можно отдохнуть Видимо враги там За той большой Мощной дверью Но мы сначала сходим На второй этаж Там потому что Есть что Потрогать Пощупать Посмотреть Тем более Вон еще Несколько желудочков Так Две двери Я дару тебе голову И сделаю из нее Бурдюк Для питья Нормально Нормально Да ты что ты Вот олень так олень Ну вы видели Удары были достаточно мощные Отдохну лучше Даже пришлось Немножко принимать Зелия лечения Такие Которые у нас Большие Побольше Так Посмотрим Противоположную комнату И пойдем вниз В подвал Ага Сундучок С ловушкой Окей Нормально Присядем 66 Для нас не смертельный У нас 75 Повезло Что мы Достаточно толстые Дабы не умереть Одного плевка Огненного Ах ты еще и закрыт Моя открывашка Работает Хорошо Кровь дракона И рапира За кровь дракона Большое спасибо Это ингредиент Может быть даже Что нибудь Скрафтить сможем Закрафтить Хотя Маловероятно У нас нет Магических предметов Но нас только Из магического Это наша кожунка Я пробовал С ней что нибудь Замутить Думал Если получится Выложить видео Как это делается Крафтинг Но почему-то Кузнец не принял Данное сочетание То есть я вам предложил Череп горгуль И вот этот вот доспех Хотя подозреваю Что ему нужен Немножко другого Типа доспех У нас толстая кожа А ему может быть Просто нужен доспех Из кожи Это немножко разное Да и они выглядят По разному немного Япона Матрена Раздутый павук Павук Я торву тебе голову И сделаю из нее Бурдюк для питья Плохо дело Да ты достал Эх тяжело Едва могу Пошевелиться Что ты мне призываешь Призывать Вот это все что ли Дело Я не хочу тратить Бутылочки на тебя Тварь Плохо дело Давай давай Вставай Это плохо Давай 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 Да ты да Достал Серьезно Ну все Держись Как тяжело Едва могу Едва могу Пошевели Как тяжело Едва могу Пошевелиться Давай 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 Варь Убей ты его уж Наконец Наконец Я торву тебе голову И сделаю из нее Бурдюк для питья Ну Какой то паучок Какой то паучок Какой то паучок Какой то паучок А я удивляюсь Почему я так могу Ему так с трудом Пробивать Потому что Нас силы Три всего лишь Понятно Почему он от меня Отбивается Три всего лишь Делаем хитрый финт ушами Во-первых Ты Умирайте Во-вторых Я даже не могу Нормально ходить Потому что силы Всего лишь три Еле передвигаюсь А ребят Подлечи моя Я его Заколупаю Даже сам Лорд Наш Так Храмовые Штуки Это сразу Продадим Мы сюда Еще вернемся Быстро В бой Ну другое дело Туизи Когда с тобой Все хорошо Да Но потрачено было Достаточно много Времени На эту тварь Надо было Сразу так сделать Если честно То есть не выжидать Когда нам Поплохеет А просто взять И задолбить Да Мы все посмотрели Ну заходим Прошу прощения Все равно У нас как бы Эти штуки Закончили Свои действия Наши все бафы Наша химия Так сказать Наша фарма Но Надо будет тогда отдохнуть Откатим Получается Ярость варвара Пусть будет И посмотрим Что тут есть Интересного Тут вроде есть Пауканы Ага Жук Барбардир Прошу прощения Прошу прощения Ну да Вот оно место Ковеный зуб Скорее всего Церемоний меч Точно Заходим Еще одна могила И пара дверей Сквозь вековую пыль Проглядывает Мелкая резьба Украшающая Поверхность Этого предмета Для хроматира Этот артефакт Будет представлять Великую ценность Даже если И не удастся доказать Что он принадлежал Лорду Хэллоэту Неберу Берем Ой Что Шервин Ты даже ничего не поняла Но дело в том Что у нас с вами Имеется в наличии Очень хороший перк Нет Не там смотрю Великое рассечение То есть Всех слабых врагов Можно убивать Так вот по очереди Главное начать И попадать Именно по слабакам Что собственно говоря У нас получилось Показать Так у них тут Ничего нет Хотя нет Вот косточки Так Несколько косточек Я собрал Поднимемся наверх В экведуке Здесь вроде бы Конечно Больше ничего нет А вот и Господин Харон Паралич Под параличом Мы ходить не можем Главное С этой стороны Заходить В экведуке Немного по другому Выглядит Как мы видим Хотя человек Тот же самый Привет Привет Харон Помнишь мы с тобой общались Согласна Взламывай пока Сломала Молодец Выгодно тебя иметь с собой Иногда Присядем Ну что ж Сейчас мы Отправимся к Ребят Отдадим ей Пирог Кокатрикса Потом поговорим С городским Судьей Отдадим ему Амулет Псевдо Псевдо Нешера Или точнее Псевдо Амулет Нешера Одеваемся Согласно Нашим Варварским Обычаям Да Как настоящий Воин Севера Который не боится Холода А ребят Я к тебе Один из бардов Даже сам Лорд Нашер Как-то напевал Эту мелодию У меня есть монстр Вы заслуживаете Уважение Старый мерзавец Думаю Такие люди Не пойдут Ни на какие уступки Даже в эти темные времена Вы блестяще Преуспели Там Где все остальные Потерпели неудачу Невервинтер В долгу перед вами Борьба с чумой Истащила казну Невервинтера Сожалею Но за все ваши заслуги Я не могу Предложить вам Больше чем Пятьсот золотых Этого хватит Вам еще что-нибудь Нужно? Нет Прощайте Точно нет Точно нет Так Идем к судье Ему мы толканем Получается Амулет Олаф Приветствую Еще У меня Штука Из могилы Правда? Великолепно Итак Расскажите Что же вы нашли? Ну что ж Мы рассказываем Как был найден Святой символ Тира Рассказываем Подробности Как нас Атаковали Скелеты И гули Как они Пытались Убить Шервин И как мы Спасли всех Вот уж Долгое время Мы не видели Ничего подобного Это по-новому Освещает Мудрость Хэллоэта Нэшера И его соратников Как я и обещал Вот награда Возьмите Эти 200 золотых Пока немного Потом будет еще Мы ценим Ваши усилия Вы пролили свет На жизнь Хэллоэта Нэвера Но это еще Не все Есть еще Артефакты Свидетели его путешествий Возвращайтесь Когда отыщите их Я хорошо Вас награжу А когда найдете все Получите еще Ну собственно говоря Остальные артефакты Сколько я помню Они находятся уже В портале Черного озера Ну да Там в принципе Остался один артефакт Всего Да точно Собственно говоря В этот самый портал Ой портал говорю Квартал Мы отправимся В следующей части Сейчас На всякий случай Давайте попробуем Все таки еще раз Ну что нибудь Скрафтить Скрафтить Таки да Имеет необходимость Что ты делаешь Зачем ты встал к нему Нет Ты мне не нужен На всякий случай Я сейчас еще раз Загляну в Книжку Крафта Может быть я что то путаю Может быть нет Сейчас посмотрим Где там наш Наша таверна Мечи на продажу Так это все не то Тоже не то Вот рецепты Так Кожаный доспех Белой квости Необходим череп горгуль И магические доспехи С квасом защиты 3 У нас Не совсем кожаные доспехи У нас Что у нас Это не то Доспех толстой кожи Вот наверное потому Мне не проходило Ничего скрафтить Кожаные доспехи Плюс 1 Это немножко другое О приветствую У тебя есть Магические доспехи У тебя нет Магических доспехов Тогда Пойду-ка я Отсюда Придется еще раз Тогда сгонять Получается В квартал В какой-нибудь Квартал Где продаются Доспехи Плюс 1 Потому что Вроде бы В Сияющем Рыцаре Такие доспехи Не продаются Сделаем таким образом Я Сгоняю В Хотя я даже не знаю Хватит ли мне вообще денег Должно по идее хватить Может быть у тебя есть торговец Чем могу служить Ничего у тебя нет Нет Я сначала Подойду тогда К Данному торговцу К полуоргу Может быть реально У него есть продаж Просто не помню У него вроде бы Тоже обычные вещи А может быть и плюс 1 У других Приветствую Покажи что у тебя есть Нет У него ничего такого нет Жаль Кольчужку я продам Делаем таким образом Я сейчас Короче здесь видео прерываю Отправляюсь обратно В район доков Покупаю кожаную броню Возвращаюсь Пробуем крафтить Ну и соответственно Посмотрим что из этого получится Прерываемся Ну что ж Необходимую закупку Я сделал Вот я купил Клёпанный доспех Плюс 1 То есть квас защиты 3 Как он и просил Тип брони Другого типа Соответственно По идее Должно получиться Надеюсь Я ту броню взял Потому что Иначе я не знаю Ну что морок Давай поколдуем И череп горгули Приветствую Ну что ж Сделай мне магическую штуку Нормально Моя валить В общем У нас с вами Немножко Что-то не прошло То есть клёпанный доспех Плюс 1 Его не заинтересовал Ладно Доспех толстой кожи Его тоже скорее всего Не заинтересует Потому что я с ним уже пробовал Еще раз Приветствую Хорошо Тогда я сейчас Еще раз Получается С видео прерываю Я там туда Куплю другую броню Которая называется Именно кожаный доспех Она правда Класс защиты Плюс 2 Но За счет Модификатора защиты Будет плюс 3 Еще раз Прерываем видео Надеюсь получится Мне интересно Что будет Получится Нету Что тут скрафтить Или нет Как бы Оружие Это себе Бывало крафти уже Но Мне оно сейчас Не нужно Ладно Прерываемся Ну что ж Теперь я купил Именно кожаный доспех Как там прямо написано То есть Магическая броня Кожаный доспех Класс защиты 2 Плюс 1 То есть Класс защиты 3 Получается Пробуем Привередуй какой Приветствую Штуку делай Из этого черепа горгулей Ваших магических доспехов Я мог бы сделать Прекрасную броню Белой кости Ладно Я вижу Вы не слишком умны Так что Буду говорить Тихо И медленно Вы должны Заплатить мне 500 золотых За работу Оплатка Немножко Вперед Понимаете Ага Держи Мужчина Как вы всегда Желанный гость Моей мастерской Изытьте Как бы мой молот Не задел вас По голове Вот сэр Раз Два И готово Тяп-ляп Возьмите Вашу вещь С наковальни Ну-ну И мы получили Вот такую вот Броню Белой кости Что не так с ней На этом доспехе Стоит клеймо Гнома Маррока Мастера Кузнеца Оружие и брони Сияющего рыцаря Наверевинтера Он выковал его В 1373 Году Чтобы помочь Героям Которые хотели Избавить его Зачемленный город От так называемой Воющей смерти Базовый класс Защиты Си Слушайте он уже Тяжелые доспехи Слушай, дядя Ведь не даром Я тебе сейчас тут Не только Зачемленный город Устрою Я тут еще Кровавую баню Устрою Легкая броня В легкую броню Тяжелая броня В тяжелую броню Что ты мне сделал Такой черт мне Этот тяжелый доспех Короче Ну мы посмотрели Что это за броня Я даже не смогу Ее надеть К сожалению Потому что Она тяжелая А варвары Они только могут Носить легкое Ну и среднее Вот такую вот бронь Мы могли бы Если что Приобрести Вот так вот здесь Работает Получается Система крафтинга Мы ее с вами Посмотреть Посмотрели Безусловно Я это сохранять не буду Я специально Перед тем Как отправляться На покупки Этой Ненужной мне брони Сделал сохранение Так что я сделал Просто-напросто Откат Потому что мне она не нужна Я лучше себе топор куплю Плюс один Плюс один который Потому что это Обычный топор Там будет плюс один Ну если что Вы это увидите Уже в следующей части Здесь же пока все Данное видео оканчивается Я пока буду Этого дворфа Учить уму-разуму Этого негодяя Этого Маленького подлеца Спасибо за просмотр Всего доброго Увидимся